Всем привет, это Green Room. Не удивляйтесь, сегодня выпуск буду вести я, потому что у Светланы весеннее обострение, а вот любовное или простудное обострение это останется секретом. Итак, новый выпуск, поехали! 20 марта в Центре культуры и досуга состоялось мероприятие «Живое слово ветерана». Подробнее об этой встрече в нашей рубрике «Молодежный взгляд». В 2015 году исполняется 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны и в преддверии этого события организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. За эти 70 лет мирной жизни выросло уже несколько поколений людей, и мы с вами узнаем о войне из учебников, фильмов, уроков истории. И очень приятно, что представители молодого поколения интересуются историей, судьбами людей, выставивших в этой войне. На встречу пригласили легендарную женщину Храмову Марию Алексеевну. Мария Алексеевна рассказала о нелегкой жизни в году Великой Отечественной, о том, как трудно удалась эта Великая Победа. Было в 13-й запасной полк связи, вот, авиации. Там нас готовили на аппаратах, как вот машинка, это называлось аппарат СТ-35. Вот, значит, так вот, уже пальцами своими научились работать, даже только тут текст, мы не ставили, а тут пальцы работают сами. Проучились, потому что это 5-й, где-то месяц, 6-й был. Поехали на фронт. Учащиеся школы внимательно слушали рассказ Марии Алексеевны, задавали вопросы и искренне сопереживали этой великой женщине. Ярким событием встречи был танец ветерана. 92-летняя Мария Алексеевна легко и непринужденно танцевала по звуке военного танго. И кажется, у этой женщины, прошедшей все тягости войны, еще полно энергии и жизненных сил. В конце встречи участники патриотических клубов Барабинска подарили Марии Алексеевне цветы и памятные сувениры. Желаем всем ветеранам здоровья и еще долгих лет жизни. Мы гордимся вашими подвигами и спасибо вам за нашу мирную жизнь. Он не получил Нобелевскую премию, потому что пришел на церемонию без сменки. У него нет ни одной научной публикации, потому что он медленно печатает. В 20 лет в него ударила молния, и он открыл себе способность думать. Зато он знает все секреты Вселенной. Итак, в эфире лаборатория профессора Преобразильского. Анжела, перестань проводить спиритические сеансы. Анжела, не вызывай Сталина. Анжела! Здравствуйте. Здравствуй, дорогой зритель. Я профессор Преобразильский и сегодня я вам расскажу про газету. На примере самой популярной газеты нет ни аспект, ни вести, ни аргументы и факты, ни жизнь, ни советский спорт, а барабинский вестник. Первое упоминание о газете датируется 10 веком до н.э. в газете «Карфагенская правда», которая вышла всего одним тиражом в одном экземпляре. В Советском Союзе с помощью газет пытали людей в подвалах ДГБ. Не верите? Дорогая, ты мне не поверишь, но этот суп есть тот самый. Адская путь. Также газеты в своей работе используют фиггеры. Делают они примерно следующее. Берут пистолет, берут газету, накидывают все в газету и выглядят как обычные граждане. Анжела, извини. Анжела, это ничего личного. Анжела, на, накрой. В газете можно найти абсолютно разные применения. Например, сделать малярную шапочку. Или чистить селедку. Или укрывать бомжей, чтобы вам было тепло и уютно. Поговаривают, что газеты можно даже читать. Друзья, вы верите в то, что газета – это вселенское добро? Ну, а я начну подрисовывать детям усы. Ведь это так смешно, так забавно просто. А, до свидания. Любимые наши зрители, напоминаю, что 1 апреля в Центре культуры и досуга состоится третья финальная игра школьного кубка КВН. Приходите, будет очень-очень весело. А я с вами прощаюсь. Ждем лайков и комментариев. Всем позитива. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok